Президента Бразилии Жайра Болсонару нередко упрекали в непринятии действенных мер для борьбы с пандемией. Он выступал против введения ограничений, советовал применять научно необоснованные методы лечения и слишком долго решал вопрос с закупками вакцины. К настоящему времени в стране более 14 миллионов заболевших. 400 тысяч уже стали жертвами коронавируса. Теперь подход президента к противодействию пандемии станет предметом расследования парламентской комиссии. Её выводы, по мнению аналитиков, смогут поставить под угрозу переизбрание Болсонару на президентский пост. «Хочу всех заверить, что эта комиссия не будет ни на стороне правительства, ни на стороне оппозиции. Задача комиссии – поиск фактов, которые привели нас к ситуации, в которой мы, несомненно, оказались. Наша страна на втором месте в мире по числу погибающих от ковида». Болсонару отвергают обвинения и выражают уверенность в правильности своих действий. «Меня не беспокоит это расследование. Не беспокоит, потому что нас не в чем упрекнуть». Между тем, в Аргентине пандемия и меры по борьбе с ней всё тяжелее сказываются на жизни населения. Растёт безработица, и бедность распространяется так же быстро, как вирус. Многим помогают спастись от голода бесплатные суповые кухни. «Слава богу, что есть это, пусть и небольшая помощь. Но у меня есть дом, и сейчас я просто не представляю, как платить аренду. Из-за этого вируса всей этой ситуации невозможно найти работу». Лидером по вакцинации среди стран Латинской Америки остаётся Республика Чили. Начиная с февраля здесь делают более 100 тысяч прививок ежедневно. По темпам вакцинации страна на третьем месте в мире. Несмотря на принимаемые меры, в апреле здесь был отмечен заметный рост числа заболевших.